здравствуйте глубоко уважаемые любители ледных видов спорта мы в атмосферной волне но уже не хотим здесь быть потому что через пять минут нам нужно быть на планете и я вам что могу сказать что очень страшно мне вы иногда спрашиваете игорь а тебе не страшно бывает это практически никогда не страшно сейчас страшно потому что приземляться нам придется при ветре порядка 80 километров в час меня сегодня на взлете планер остановила честно говоря я бы сейчас если меня спросили второй раз игоря чтобы ты сейчас хотел я бы хотел на земле быть я еще в воздухе это тот самый случай когда лучше быть на земле и хотеть быть воздухе чем быть в воздухе катить на землю я хочу на землю но впереди ну пять минут а до классическая волна вот впереди у нас гора а фото выплевывает ротор вот ротор и перед ротором стоит полна мы сегодня ловили до 7 метров в секунду восходящий поток на текущий момент будет значительно меньше вот смотрите я специально вхожу волну там три метра в секунду ну четыре ну так вот мелочь в общем-то но внизу очень сильный ветер причем сегодня особенность погоды что ветер не наверху сильный я сразу выпущу тормоза воздушные чтобы снижаться и шасси кстати как шасси вот пел и закрылочку перестрою на 10 об эти одной рукой неудобно и снимать окно рулит никто не рулит до воздушных тормозах я спокойненько снижаюсь планировал я в 25 минут приземлиться мне осталось три минуты успею за три минуты снизится так нет поэтому надо увеличить скорость километров до 150 чтобы воздушные тормоза несколько эффективнее увеличивали снижение и надо опять же покинуть зону где есть восходящий поток а восходящий поток есть вот сзади нас он остался вот это вот перед этим облачком тоже какой-то может быть восходящий поток хотя нет но снижаемся эффективно на семь с половиной метров в секунду шпарит планер вниз меня это более чем устраивает и так заходить на посадку я буду от горы и внизу будет жесть какая турбулетность к сожалению камера хвостовая не стоит но друзья внизу обещали снять заход соответственно я дам ракурс с кабины мое лицо будет боящиеся снимать камера на аэродроме нет ни одного планира готового взлету сегодня никто не летает только одни такие сказочные дятлы как мы решились на взлет ну и вот повторю что тот случай когда можно получше было бы не решаться еще одного планериста мы встретили по дороге видимо такой же дятел вчера не летали вчера был первый день за всю историю полетов здесь во франции когда клаус сказал что игр он никогда не говоришь нельзя летать и он сказал же игр но я в общем то не полечусь как-то слишком сильно турбулентно обещают погоду я не полечу то есть ты конечно типа можешь но но так сказал что я понял что они если уж он не полетит то не полечу я но это же было вчера на сегодня вроде ветерок чуть слабее что вчера было 90 километров в час у земли сегодня всего лишь 80 или 70 ну понятно что это не у самой земли там в метрах а на высоте каких-то 100 метров что похоже на правду потому что вот видите холм левее холма конец полосы вот там над торцом полосы меня тупо остановило в обе сегодня я висел вот так на одном месте над домиком беленьким и думал полечу я вперед или нет скорость при этом было сто десять километров в час видимо какой-то порыв зашел заходить мы будем от славной горы которая называется арамбр ветер ну хоть хорошо не так косить у нас предыдущая посадка была с косиной градусов наверно под 60 долл полосе сейчас поменьше я вот уже нужно мне вместе сейчас буду строить заход рука на интерцепторах настроение хорошее страшно очень не скрою так камеру поправить чтобы она больше меня снимала закрыл тормоза я вперед реально не лечу сейчас вот я наверх на высоте это не чувствуется сейчас у меня скорость 150 мы двигаемся вперед но очень медленно так ну все сейчас только сконцентрироваться спокойствие скорость 50 и главное не бояться делаю разворот стулону и докладываюсь церковь эти танго ромью downwind лендинг to north и лендинг to north так сейчас я высоковато чуть забираю в сторону чтобы не слишком высоко прийти к посадке с другой стороны стараюсь и низковато не зайти чтобы ведь не было так страшно пока хорошо все идет пока еще ни одного звездюля которых я боюсь я не получил может быть я переоценил погоду может быть все не так и так страшно как кажется ё-моё все-таки страшно да как нас раком ставило сейчас главной аккуратненько плавно подвести планете это тетите 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 но о фу и деньги руливаем на ведь парковочку нас ведь и ветром разворачивает куда только хочет вертит на земле тоже хорошо ну скажи ты счастлив камера слева как ощущение обалденного поверни я счастлив большего счастья не стоило ожидать ну за и как колдун стоит как торчком прям ты что ж до новых встреч губок уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов вы по крайней мере увидели как волк боится пройдем параллельно склону здесь принцип видишь тут две петли дороги 1 выше друга ниже лет нужно заходить на уровне нижней петли дальше пойдем о вот это жахнула до турбулентность очень сильная закрываю тормоза немножечко скорость добавил очень сильно трясет неожиданно то есть я на такой уровень не рассчитывал спокойненько в этом случае захожу к ты видел ты видел что было завращала а сейчас как вообще вот это да да не говори оп иду параллельно планете вот сейчас немножко будем наискосок касаться до посадочка просто хорошо учу тебя вот даже даже мне мне многовато было сейчас мы в атмосферной волне и сейчас редчайший случай когда можно эту волну вам показать легкий крен или я сделаю влево посмотрите друзья сейчас хорошо видно как атмосфера раскачивается есть вот это вот сейчас уже чуть меньше видно недавно мы прям идеально все видели но вот этот слой темного воздуха видно как он изгибается эти изгибы совершенно небольшие но за счет сильного ветра там где воздух имеет направление струйка течет вот так то есть видите он течет вот так вот так вот так вот так вот на вот этой дуге если находиться на восходящей части то мы между струйками перемещаемся и поднимаемся вверх не сказать что очень сильно как видите всего лишь там полтора полтора метра в секунду при скорости ветра 42 километра в час но факт остается фактом можно подниматься вверх и рекорд этого процесса 22 километра 650 метра это рекорд мира который установил перлан проект 2 герметичный планер вандах мы таким оборудованием так сказать не обладаем у нас обычные конюли такие вот штуки в нос вот сейчас мы поднимемся когда на три километра до 4 километра включим кислородики сможем тоже используя кислород подняться ну в принципе до 7 мы можем на конюлях потом уже нужна маска после маски нужна маска под давлением и так далее то есть в принципе оборудование на котором можно километров на 12 подняться есть в доступе она чем выше тем дороже а дальше уже высотнокомпенсирующие костюмы скафандры ну или собственно герметичный планер что намного безопаснее рекорд мира 16 по моему с половиной километра поставлен как раз вот на плане и вот на таком же плане виды к 500 м из которого я взял ручку вы высоропали мотор и туда поставили кучу кислородного оборудования и интересно что рекорд был поставлен на горе люр ну ты шеста с половиной по моему не на люри а на люри но четко 14 поднимались что ли вот она гора люр и за ней очень красивая волна на которой так вот высоко можно было подняться такая вот вам интересная информация летайте высоко а а и а и и